Итак, сегодня мы будем изучать 17-ю Мишну 3-й главы. И мы будем цитировать слова учителя еврейского народа Раби Аль-Азара бен Азари. Но до того, как мы будем учить и пытаться понять главные слова Раби Аль-Азара бен Азари, я хотел бы, чтобы мы с вами немножко посмотрели, кем он был, в какое время он жил, и как он достиг того, что он стал главой всех мудрецов еврейского народа на Си. И это описывает Талмуд, трактат Брахот, что Рабан Гамлиэль, который был на Си, и который был потомок Елеля, у него было много споров с Раби Юшуа. И вот по поводу одного вопроса, по поводу того, что является молитва Маори обязательной, или это право, был спор у Рабана Гамлиэля и Раби Юшуа. И вот, когда выяснилось, что Раби Юшуа не согласен с мнением Рабана Гамлиэля, сказал Рабан Гамлиэль, Раби Юшуа, «Амодад Аль-Раглеха, встань и стой, и буду свидетельствовать против тебя». И Раби Юшуа стоял, и Рабан Гамлиэль учил. И вдруг возмутили все мудрецы, мудрецы, которые сидели перед Наси, и сказали, до каких пор Рабан Гамлиэль будет унижать Раби Юшуа. И сказали Хуцпиту Амитургиману, как передавалась глава школы, в данном случае Наси Израиля, он говорил на святом языке. И так как тогда разговорный язык был арамейский, Раби Хуцпит Амитургиман переводил все на арамейский язык. И это то, что мудрецы Мишны называются Танаим. Тана – это тот, кто учит. Поэтому… А тот, кто переводит то, что он говорит, называется Амора. Мудрецы Мишны называются Танаим, а мудрецы Деморы называются Амураим. То есть они только объясняют слова мудрецов Мишны. Так вот, возмутились мудрецы и перечислили все случаи, когда Рабан Гамлиэль достаточно строго обращался с Рабью Шуа. И они постановили, что они хотят сместить Рабана Гамлиэля с должности Наси. Но кого можно поставить вместо него? Они сказали, если мы поставим Рабью Шуа, то есть тот, из-за кого снят Рабан Гамлиэль, это причинит очень большие страдания Рабану Гамлиэлю. И объясняет это глава Ишивы мир Равхаим Шмулевич. Он говорит, что даже когда делают справедливый суд, все-таки стараются, чтобы он не причинял лишнего страдания тому, против кого выносится даже справедливый приговор. В данном случае он учит из этого места, что Рабью Шуа нельзя поставить, потому что это очень большие страдания принесет Рабану Гамлиэлю. Может быть, поставим Рабью Акиву, но сможет его наказать, то есть против него выступит мера суда, потому что у него нет заслуг предков. Вы знаете, что Рабья Акива Бен Йосеф и его отец принял еврейство, поэтому у него нет заслуг предков. Тогда подумали мудрецы, может быть, поставим Рабеля Азара Бен Азарию, что он мудрец и он богач и он десятое поколение от Эзры. А Эзра Софер тот, кто возглавил возвращение евреев из Вавилона, тот, кто стоял во главе еврейского народа во время построения второго храма, то есть, почему, что его знатное происхождение, значит, у него есть заслуги предков, заслуги Эзры и всех других праведников, которые были у него. И, например, я знаю, что, так как, когда делают выкуп первенца, ищут Коина, и очень трудно найти Коина, у которого есть родословный. В Иерусалиме есть человек, у которого есть родословное от Эзры Софера, а Эзра был Коин. Так вот, предпочитают брать его, чтобы делать выкуп, чтобы это было точно обосновано. Так вот, поставим рабе Лазара бен Азарию, потому что и он богач, и он мудрец, и у него знатное происхождение. И тогда он защищен, что не будет против него качество суда обвинять. И обратились к рабе Лазару бен Азарию и спросили у него, «Ниха ли лемар де легаву рейш метифта согласиться ли раб, чтобы он стал главой еврейских мудрецов?» Что он ответил? «Я пойду и посоветуюсь со своими домочадцами». Продолжает Алмуд и говорит, «Пришел домой и спросил у своей жены. Сказала она ему, «Может быть, дадут тебе один день пользоваться бекасе де мукра улемахар лидбар?» «Может быть, тебе дают пользоваться и объясняет это раши?» Что значит «каса де мукра?» Это очень из дорогого стекла сделанный сосуд. Ну, мы бы сейчас сказали из богемского хрусталя. Что это такое? И, может быть, ты попользуешься им один день, а завтра разобьют, то есть, тебя поставят на место, которое тебе как бы не полагается, и ты очень быстро как бы упадёшь. Так это будет позор, а не почёт. И что ещё сказала ему жена? Что тому, кто стоит во главе еврейских мудрецов, полагается седины. А в тот момент объясняют мудрецы, что ему было только 18 лет. И произошло чудо. И 18 прядей его волос побелели за одну ночь. То есть, он стал выглядеть как пожилой мудрец. И это то, что в Пасхальной Агаде, уже через несколько месяцев мы с вами будем читать Пасхальную Агаду, написано. Сказал Рабель Азар бен Азари, а Реани ки бен Шивимшана. Вот я как семидесятилетний, но не семидесятилетний. Я выгляжу как семидесятилетний из-за того чуда, которое для него произошло, и он принял эту в общем-то важную роль в еврейском народе. И что же произошло дальше? Прежде всего, он повелел, чтобы сторож, который стоял у ворот Бейт-Мидраша и пропускал по повелению Раббана Гамлиэля только тех людей, вот это важная вещь. Тот у кого тохо кибаро, то есть только цельных праведников. Что сделал Раббелазар бен Азария? Он открыл ворота Бейт-Мидраша, и в тот день есть спор между мудрецами. Сколько добавилось скамеек Бейт-Мидраша? Это спор между Рабьёхнаном и Рабьёси бен Достай. Один сказал, добавили 400 скамеек, а другой сказал 700 скамеек. То есть открыты были ворота Бейт-Мидраша, и сказано, что очень горько было Раббану Гамлеэлю. Он очень переживал. Может быть, он не давал тем, кто должен был войти в Бейт-Мидраш, учить Тору. И тогда во сне ему показали, нет, эти люди, которые вошли, они недостойны. Но объясняют комментаторы, это ему показали, чтобы его успокоить. А на самом деле, что же считал Рабелазар бен Азария? И мы немножко приближаемся к тому, что мы сегодня должны начать учить. Первое выражение, первые слова, которым учит Рабелазар бен Азария, он говорит так. Им Эйн Тора Эйн Дере Херетс. Если нету Торы, нету Дере Херетс. Это, скажем, правильного поведения. То есть, поведение человека, который ведет по отношению к другим достойно. То есть, уважает других, обращается с ним с уважением и так далее. Значит, без Торы нету хороших качеств. С другой стороны, без хороших качеств нет Торы. И тогда это то, что сказал Рабан Гамлеэль. Вы понимаете, как же именно с этого начинается то, что говорит Рабеляазар Беназаре, ведь он открыл ворота Бейтмидража. И дальше в тот день, сказано, это был великий день, что все сомнения, которые были, в этот день разрешились. И объясняют комментаторы, они учили трактат Эрхин, и все сомнения, все спорные вопросы, в этот день было особенное благоденствие, с неба, что были решены все вопросы. И дальше продолжает Талмуд и говорит, что через какое-то время, я хочу обратить ваше внимание, как же повел себя в этом случае Рабан Гамлеэль. Ну, его сместили, он был главой всех еврейских мудрецов, его сместили, что он должен идти домой, я не знаю, собирать компанию других мудрецов, чтобы победить этих мудрецов, мстить им. Что он делает? Ну, хорошо, идет домой, рассказывает своим домочадцам о том, что произошло, как его обидели и так далее. Нет, что он делает? Он продолжает учебу в том же Бэтмидраш. Он никуда не уходит, он садится на скамью вместе с другими мудрецами и участвует в изучении Тор. Так вот, вопрос, который мы задали. Здесь получается, а, я хочу продолжить. Что же сделал через какое-то время? Увидели мудрецы, что раскаивается Рабан Гамлеэль, и он пошел навестить Рабьюшу. А Рабьюшу бен Навха, ну, как бы, чем он занимался? Он достаточно был беден, в отличие от Рабана Гамлеэля, который был очень богат. И когда он вошел в его дом, что он увидел? Черные стены. Рабан Гамлеэль вошел в дом Рабьюшу, увидел черные стены. Он говорит, почему? И увидел, чем он зарабатывает себе на пропитание. Тем, что он готовит древесный уголь, обжигает его. А есть другие, которые говорят, что он выплавлял, как это сказать? Раньше, когда у нас были примусы, в моем детстве, так были такие иголочки, которые протыкали вот это отверстие, откуда поступало это керосин и так далее. Он делал какие-то вот такие иголки. и попросил прощения Рабан-Гамлиэль и Раби-Еушуа его простил. Так вот, мы видим, как еврейские мудрецы благодаря Торе преодолевают свои даже дурные качества. Теперь посмотрим, что мы спрашиваем. Как Раби-Элязар Бен-Азаре говорит без Торы нет хорошего поведения, а без добрых хороших качеств нету Торы, значит, прав Рабан-Гамлиэль, когда он закрыл вход и разрешал исходить только цельным праведником, а он открыл и он впустил 400 или 700 людей. Прежде всего, я хочу вам процитировать то, что, ну, казалось бы, мы разве не видели много неученых, но очень хороших людей, с хорошими качествами характера и так далее. Больше того, не евреи, которые, в принципе, не обязаны изучать Тору. Так вот, разве мы не видели, что у них есть очень хорошие черты характера, но вы знаете, что я хочу вам процитировать? И это вещь, которая меня поразила тоже. И это один из учеников Раши, Макзор Витри, и что он говорит? Что мы не можем найти человека, который ведет себя «бедерех эрец». Это очень объемное понятие. Дерех – путь, эрец – земли. То есть ведет себя уважительно. Я не хочу сказать как бы правила поведения, этикет. Это все что-то другое. Дерех эрец – это человек, который по отношению к другим ведет себя как достойно, скажем так. Так вот, что говорит Макзор «Витри», что невозможно найти человека, который вел бы себя правильно во всех вещах, если он не изучал Тору. Потому что в Торе мы находим эту мудрость, все виды мудрости и поведение человека. То есть что он говорит? «Человек, который не изучал Тору, он не может быть хорошим человеком». Ну, как же так? Мы же видим миллионы примеров. Хорошие люди, замечательно, и скажут спасибо, и скажут пожалуйста, и выйдут из автобуса поблагодаря от водителя. Ну, и в качестве примера я хочу вам рассказать одну историю. где-то это было лет 8-9 тому назад мы решили открыть в Германии бейтмидраж. Так же, как мы открыли в Москве, и из этого бейтмидража, который был открыт в Москве на квартире, выросла и «Шива Торадхаим». И собралось где-то 4-5 учеников наших выпускников, которые поехали в Германию. И мы думали, вот может быть там открыть такой бейтмидраж. И я вместе с Раву Александром из Инштадта должен был лететь на самолёте в Германию. И самолёт вылетал достаточно рано, мы только успели надеть тфелин и талиты. И должны были в самолёте продолжать молитву, и должны были молиться Шмунайсера, это стоя, до того, как взлетит самолёт. И я видел с каким, ну, можно сказать, немножко страхом и ужасом смотрели на нас те мирные, хорошие немцы, которые сидели в самолёте, возвращались домой. Но потом мы прилетели, это было в Мюнхене, да, вы знаете, в мюнхенских пивных начинался Гитлер. И вот мы идём, два еврея в шляпах, такие с бородами, всё на лице написано, и так на нас хорошо и привитливо смотрят немцы, улыбаются, кивают, и так далее. и мы остановились там недалеко, это была мюнхенская опера, и там вот это звуки, мы давали урок, а там звучала и там музыка, и пение такое. Всё хорошо, всё замечательно. И был там такой праздник, как у нас Пуримы, Лавдиль, у них праздник пива, и в этот фешка, может я правильно произношу, праздник фешка. И вот мы возвращались поздно, на одной квартире там давали урок, где собралось, ну, человек 15, может быть, я давал урок, а после этого мы приехали в эту гостиницу, достаточно дешёвую, в которой мы были, а вокруг эти весёлые немцы, переодетые и так далее, и с нами был один человек, который нас провожал, наш ученик кстати, приехал в Израиль и живёт Бейтарь. И вдруг я вижу, на меня показывает один немец под пивом другому, и чё-то кричит Юда, 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 хорошо. И этот человек, который был с нами, который понимал немецкий, он засмеялся. И что он сказал? Он перевёл, что он сказал. Вот один этот немец, весело, всё, никакой ненависти не было, да, он говорит другому, это настоящий еврей, это настоящий еврей. Что это такое? Что это, понимаете, это не наклеенные борода, и шляпу я тоже не у кого-то попросил, настоящий, а не как бы загримирован. И всё было хорошо, всё замечательно, такие благожелательные немцы, такие они добрые, и такая музыка звучит красиво из этой оперы поют. И под Мюнхеном есть одно место, это место называется Дахау. Я приехал в Дахау, без, взял, сел в автобус и так далее, и прошёлся по баракам, и по-английски там было написано фотографии, сколько там погибл евреев. Я не мог там молиться, я не мог говорить Таилим. То, что на всю жизнь запомнилось, я вышел там, вот сухой лист упал, высохший лист, вот как он скрёбся по этому булыжнику брусчатки, что меня поразило, то, куда они заходили, там, где им говорили, что это душ, там, где пускали газ, как было всё продумано с немецкой педантичностью. Окно, ну, окно, а внизу желобок, потому что газ, когда он, он потом, видно, там тепло было, он по стеклу должен капельками протечь, а потом там желобок, что в этом желобке это собиралось. тогда мне чуть-чуть стало понятней, что это такое, если нет торы эндер херетс, невозможно, чтоб человек, ну как, это культурная Германия, битте, пожалуйста, данке, спасибо, вытка, вы знаете, что есть такое вино, хорошее вино, но внизу это то, что называется дурдия, осадок, и мы наливаем вино, вкусный вино, но если взять, взболтать бутылку, тогда это невозможно пить, потому что осадок поднимается. Во всех нормальных ситуациях, когда люди живут, утром идут, покупают булочку, пьют её с кофе, идут на работу, так далее. Но когда человеку говорят, что ты выше других людей, а вот другие люди, это может быть те, у которых такой-то формы уши, такой-то формы нос, они виноваты во всех твоих бедах. И один раз человек слушает, другой раз человек слушает, а потом он становится убийцей. И это то, что говорит Мазор Витри, это то, чему учит Рабел Азар Беназар Что это такое? Если нету Торы, не может быть до глубины правильного поведения человека. Дэрэхэрэц, давайте говорить Дэрэхэрэц, это понятно. Теперь, если нет Дэрэхэрэц, Эн Тора, если нету правильных качеств, человек не может стать тем, кто получает Тору. Почему? Что такое? И это объясняет ученик великого Аризеля Рафхайм Виталь в своей книге Шарейк Душа. Почему каждый еврей не обладает руах акодыш? Это ступень чуть ниже пророчества. Почему? И он объясняет, что все зависит от качества. от качества характера человека. И тогда что открывается? Творец в одном месте приводится, это может быть не драж, я сейчас точно не помню, говорит так Творец, хотя бы меня оставили, но занимались бы Торой, потому что свет, который заключен в Торе, он приведет их к тому, что они вернутся ко мне. Другой пример объясняет это Гаон Извилина в книге Эвен Шлима. Тора это как дождь, дождь, который выпадает на поле. А что вырастет на этом поле? Это зависит от того, что там посеяно. Если поле вспахано, если там засеяли хорошие семена, то сколосится поле пшеницы, ячменя и так далее. А если хозяин поля ленился, он его не вспахивал, он не сеял, пройдет дождь, вся сорная трава, весь чертополох, он вырастет на этом поле. Что значит? Это если, это то, что дальше будет учить нас раби Лазар Беназаре, что если нету, я вам прочитаю, я сейчас вам скажу, если нету трепета, страха перед Творцом, нету мудрости, а без мудрости нету страха. Если человек говорит, у меня есть только тара, все остальное меня не касается. И тары у него нету. Почему? Потому что, чтобы обладать тарой мудростью, нужно ее приобрести. Чем она приобретается? Страхом перед Творцом. На самом деле, сейчас мы завершим первый урок. Это то, что мы услышали. Это спор между Раби Лазаром Бен Азаре и Рабаном Гамлиелем. Кого можно впустить в Бейт Медраж? Тот, кто уже цельный праведник, несомненно, он может обладать огромной мудростью. Либо тот, кто благодаря Торе может приобрести эту мудрость. Но это мы только начали изучать слова великого учителя еврейского народа Раби Раби Лазар Раби Назаре. И дальше, когда вернулся Рабан Гамлиелем на пост Наси, две недели он был главой и одну неделю все равно оставался Раби Лазар Раби Назаре. И это то, что он говорит. Вот я как семидесятилетний, а в тот период ему было восемнадцать лет. Это чудо, которое подтверждение того, что он должен стать во главе еврейского народа. И это те ключи, которые он передает следующим поколениям. Как человек может приобрести Тору, мудрость, правильное поведение в мире. Но это мы будем учить на следующем уроке.